Всем привет! Меня зовут Полина Жеребцова, и я хочу рассказать вам об уникальном эксперименте, который сейчас происходит в Финляндии. Дело в том, что собаки не только добрые и верные помощники человека, но у них еще уникальные нюхательные способности. Это выяснили специалисты на ветеринарном факультете университета города Хельсинки. И в данный момент проходит эксперимент в аэропорту столицы Хельсинки-Ванта. Там проходят тесты, в которых участвуют собаки. Две собаки в штатном режиме, две им помогают, то есть всего четыре. Планируется, что на юге Хельсинки в аэропортах будет работать 10 собак. И у нас на севере страны тоже в аэропортах будут работать собаки. Выяснилось, что 94% у них положительный результат. И это крайне высокий показатель. Для того, чтобы в лаборатории специалисты выявили тесты в обычных медицинских условиях, требуется 18 миллионов молекул. Но собаке достаточно только от 10 до 100 молекул, чтобы она точно определила, есть ли у человека коронавирус или нет. Всем желающим предлагается пройти этот тест с прекрасными и замечательными друзьями человека. Для тех, у кого есть аллергия на шерсть собак и кошек, предлагается, что собака будет находиться в другом помещении. Для проведения теста нужен только пот. Пот собирается и дается понюхать собаке, после чего в течение нескольких минут специалисты выносят вердикт, болен ли человек. Этот эксперимент по финской методике уже подхватили Франция, Германия, Великобритания, в мусульманской стране Иран. Тоже собаки помогают исследовать коронавирус. А также эксперимент по финской методике проходит в Дубае, в Объединенных Арабских Эмиратах. Конечно, скажете вы, а как же фанатики? Ведь в любой религии есть фанатики, которые скажут, что собака, допустим, по мнению некоторых, это нечистое животное. Спешу вас уверить, что в Коране об этом нет ни единого слова. Все проверяйте по Корану, потому что через несколько веков после того, как был неспослан Коран, вдруг некоторые богословы стали говорить, что собака вот такое животное, лучше его не трогать. Но если мы посмотрим, что творят богословы, как они подстраиваются под власть, под историю, определенные события. В одних странах, например, в Йемене, девочек могут в 9 лет выдать замуж. Это педофилия. Посмотрите фильм, есть такой фильм «Мне 10 лет и я разведена». Также некоторые богословы оправдывают побивание камнями людей, а некоторые обрезания для девочек, а это страшные пытки, которые наносят не только физическую ужасающую травму, но и психологический сдвиг. Просто кошмары. Люди не могут спать, кричат, у них истерики на всю жизнь. То есть оно должно очень сурово караться по закону. И опять-таки богословы находят какое-то объяснение от религии. Все проверяйте по священной книге для мусульман. Ведь ясно сказано там, например, про другое животное, про свинью, что оно запрещено в пищу. И об этом ясно указано. Про собак же в Коране написано о том, что собака охраняла вход в пещеру. То есть она была охранником. А также, что собака может принести дичь, мусульманин возьмет ее и употребит в пищу на охоте, когда она поймает. То есть это помощник, это охранник собака. И поэтому все люди, которые реально сами хотят понять, хотят изучить свою религию, не слушая там каких-то людей, которые что-то там им пытаются навязать, они видят, что естественно, что в Коране про собак нет ничего плохого. Также есть азиатские страны, в которых проходит фестиваль собачьего мяса, например, в Китае. Это очень страшный жуткий фестиваль, где собак забивают насмерть, чтобы употребить в пищу. Причем считается, что чем собака испытает больше мучений перед смертью, тем будет вкуснее это блюдо. И надо сказать, что сами китайцы, да, и другие народы в других странах, все выступают против. Ну, все нормальные люди пишут петиции, пишут воззвания, но извергам все равно. Пытаются дальше убивать то дельфинов в какой-то стране, в Дании, например, то собак в Китае. И все это оправдывают какими-то традициями своих предков. Это отвратительно, омерзительно любому нормальному человеку. В Европе к собакам относятся хорошо, да и к людям неплохо, здесь соблюдают права человека. И в данный момент уже были выявлены случаи коронавируса по методике, где участвуют собаки. И их нюхательная способность использована в этих тестах. Я призываю вас относиться к собакам очень хорошо. Помнить, насколько это добрые, верные и очень полезные животные. И еще хотела бы сказать, что в Финляндии во время волны коронавируса людям была помощь, как и в других европейских странах. Напишите, какая помощь была в ваших странах во время первой большой волны коронавируса? В Финляндии, например, частный предприниматель, автослесарь, автомеханик, парикмахер, ну, человек, который работает сам на себя, получал единовременную помощь 2000 евро. Людям, которые работали на государственной службе, сохранялось 80-90 процентов зарплаты. Тем людям, у кого был, допустим, свой ларек, они получали 5000 евро. У кого кофейня или ресторанчик, до 100 тысяч евро. Просто в помощь безвозмездно от государства. И это была замечательная помощь. Я проводила опрос среди своих знакомых. Сказали люди, что даже прибыль не всегда составляла в месяц такую сумму, как им было выплачено. И люди месяц два, а кто и три, сидел со своими детьми дома, закупали средства гигиены, продукты. И волна сразу пошла на спад. Сейчас политики и лидеры партии через СМИ предупреждают. Одни говорят о том, что нужно носить маски, другие с ними спорят. В Финляндии 50 процентов примерно носят маски, 50 процентов не носят и считают их бесполезными. Никто никому не придирается, то есть демократия. Вот хочешь носи, хочешь не носи. Но, в принципе, людям рекомендуется носить маски. Для малообеспеченных людей их выдают бесплатно. Бывают скидки. Если у ребенка есть симптомы, то в детский сад или в школу вызовут родителей и предложат сделать тест. Опять-таки, оплата теста либо из страховки, если родители работают, либо оплачивает государство, а человек только 15-20 процентов от стоимости теста. Большую часть на себя берет государство. Напишите, как все происходит в ваших странах, есть ли людям помощь, как она, значит, проходит. И хотели бы вы поучаствовать в таком эксперименте, где у вас возьмут пот. Если вы не хотите находиться в одном помещении с собакой, то она находится в другом помещении, и вам просто скажут результат. И есть ли такой эксперимент уже именно в вашей стране? Всех благ!